Ребята, стол накрыт! Петрович, это наши отцы, могила наших отцов. Ваших. Да у меня в селе почти в каждой хате то ли старуха без сына, то ли дети без отца. Могу я им запретить. Ведь у меня самого отец где-то в Пруссии погиб. Ну приду я завтра, так что прогоните что ли. Так что, товарищ профессор, Миша, дорогой ты наш народный артист, ни черта у вас не получится. Пошли в дом, посидим, а там разберемся. Ивановна! Ивановна, вот принимайте гостей. Вы тенгиз. Товарищи, знакомьтесь, это тенгиз Кадыридзе. Очень приятно. Серёженька, раздевайте. Когда летели. У меня машина. Идёмте, идёмте. Прошу всех к столу. Гусев. Гусев, мотай звицы. Гусев. Гусев. Ну спасибо, Валюха. Здрасте. Здрасте. Тут в каждой хате по палате. Раненые, 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 санитарки. Ну что-то вроде вакопункта. Большие бои. Да, взяли фрицев в колечко. Днём дальнобойную слышали, когда мы шли. Да. Вот это их обрабатывали. Так что, лейтенант, считайте мы опять в глубоком тылу. Ну ладно, я к бабушке пойду, в Некрасовку. Так как же в Некрасовку, там же немцы. Нет, немца выбили. Бабушка там моя. Ну, тогда привет бабушке. До свидания, Валюха. Ну, Валюха. До свидания. До свидания. Усманов. Я. До самой хаты доведёшь. Есть. Ну, эх. Счастливо, Валюха. Товарищ лейтенант. Да. Тут вот какое дело. Триста шестьдесят пять дней – это не просто год. А во время войны триста шестьдесят пять дней – это вечность. Эпоха. А он выстоял. Да. Живёт. Да, реквийный хлопчица, скажу я вам, не баран чхнул. Да. Ну, так как? Я ничего не понимаю, Мятников. Вы так бессвязно говорите, что… Кто он? Кто выстоял? Какой год? Что за вечность? Ну, ещё тут непонятно. Сыну Святкина сегодня. Ровно год штукнуло. Ну, так как? Да, не успели выйти из расположения роты. Как уже посыпались – юбилей. Чтоб меня в первом бою в клочья миной разнесло. Чтоб мне век свободы не видать. Ну, нет, я вас поздравляю. А дальше-то что? Дальше. Дальше война будет, лейтенант. Дальше пиф-паф. Ничего не так завтра. Так вот, имею я право день рождения сына отметить, если у меня своего дня рождения не было. Я из беспризорников. Короче, есть самогон. Но меняет на сахар этот тип. Вот я и прошу. Первый и последний раз прошу, лейтенант. Позволь сегодня с хлопцами. По глоточку, так? Ну… За сына. Я парню написал, чтобы он человеком был. Чтоб ему не довелось хлебнуть то, что мне. Чтоб дешёвка из него не вышла. Друг, мне нечего тебе подарить на твой праздник. Бери мой хлеб. Бери мой сахар. Селёдку. И всё. То, что положено. Извини, дорогой. У меня больше ничего нету. Ну, уважаем. Ну, так как? А почему вы молчите, товарищ младший лейтенант? Неужели вы не можете? Ну, сахар принадлежит взводу. Ура, братцы. Попьём, значит, без сахарку. За здоровье свата младшего. Ура! Весь сахар в фон дефрейтера. И сегодняшний, и завтрашний. Правильно я говорю? Ура! 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 Да почему тут ура? Правильно я говорю? Без женщин нет праздника. Мой царь так идет. Это не переводится. Вы знаете, что такое женщина? Что? Женщина – это мать. Это сестра. Это любимая. Не за себя прошу. За моего друга. Он такой товарищ, такой друг. Который только вот на войне встретишь. Приходите к нам. У нас сегодня праздник. Давай поздравим вместе. Только вы не говорите, что я вас простил. Пожалуйста, приходите. Хорошо, придется зайти. А то расплачется. Мужчина не плачет. Мужчина огорчается. Продолжение следует... Позрачет остальное.